Открытие третьего корпуса кардиодиспансера ждут и специалисты детского отделения. В новом здании они планируют открыть гибридную операционную, которая позволит разгрузить уже существующее. К тому же малышей, которые появляются на свет с врожденными пороками, сердца, к сожалению, меньше не становится. О том, что ее малышке врожденный порок сердца, Анастасия узнала буквально за час до выписки из роддома. Но прооперировали ребенка 2 сентября, и сегодня крошечную Вику уже почти ничего не беспокоит. Ребенок чувствует себя хорошо, то есть уже нет такой дышки, которая была, не синеет губки, потому что ребенку было тяжело сосать грудь. Первую операцию на сердце ребенку в кардиодиспансере сделали в 1998 году. За 16 лет хирургическое вмешательство потребовалось почти 2000 детей. При этом больше половины всех операций медики проводят малышам в возрасте до 3 лет. Ежегодно в Югре рождаются примерно 30 тысяч детей, и у шести ребят из тысячи диагностируют врожденный порок сердца. Ряд детей мы выполняем открытые вмешательства с применением искусственного кровообращения. Операция осуществляется. Ряд детей осуществляются эндоваскулярные вмешательства, мини-инвазивные. В будущем медики планируют открыть гибридную операционную, как раз в строящемся корпусе кардиодиспансера. В ней будут проводить хирургические вмешательства и открытыми методиками, и эндоваскулярными. Это, кстати, операции, которые делают через просвет сосуда при помощи специальных катетеров. Аппаратура в новом отделении будет самая современная, хотя и сейчас врачи работают на оборудовании самого высокого уровня. Она позволяет производить полный абсолютно мониторинг пациентов. Причем такие разделы, которые во многих других опциях и моделях, сериях, они недоступны для детей. Детские кардиологи не только непосредственно трудятся в клинике, но и ездят с обследованиями и операциями по всей Югре. Например, в этом году в планах медиков шесть выездов в детские дома и коррекционные школы региона. Вот уже пять лет кардиологи ежегодно проводят акцию «Защитим сердце ребенка», которая направлена на повышение доступности специализированной медицинской помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А в эту субботу во всем мире отметят «День сердца». Наши кардио-врачи уже к нему готовы. Например, одно из мероприятий – это выездное обследование горожан. Мы приглашаем жителей города Сургута, Сургутского района и всех гостей города Сургута воспользоваться этой возможностью и измерить свое давление и определить сахар крови. Обследование будет проходить в Ситимоле на площадке у фудкорта. Проверить свое здоровье вы сможете с 10 утра до часу дня. Наталья Бабушкина, Дарья Давыдова, Анна Максимова, Сергей Колотов. Сургут интерновости.